Учебная тревога Уральские самоцветы за безопасный отдых Кадровый голод В Соликамском больнице не хватает специалистов Дежурная выпуска На вопросы телезрители отвечает психолог И в завершении прогноз погоды на завтра Дежурная выпуска Соликамск строй Строим будущее вместе Генеральный информационный партнер программы Новый взгляд Ну а в начале выпуска новости от редактора 2 августа мы рассказывали о том Что компания Уралкалий завершила партнерство С Беларусь-Калием И в ближайшие три года будет работать Со стопроцентной загрузкой мощностей 23 августа на мероприятии Посвященном Дню Шахтера Генеральный директор компании Уралкалий Владислав Баумгертнер Еще раз озвучил стратегию предприятия И поздравил всех своих коллег С профессиональным праздником В этот раз так случилось, что День Шахтера совпал с серьезными изменениями нашей стратегии Сейчас во многом выходит неопределенность, которая связана с поведением рынков Намного более предсказуемо, по крайней мере для производственных подразделений, становится наша работа Не скажу, что становится легче Теперь нам предстоит работать в полную силу Предстоит работать с максимальной отдачей С максимальной эффективностью Мы хорошо знаем, что мы умеем работать Мы любим работать Мы уже не раз доказали, что нам под силу производить более 1 миллиона тонн до премии в месяц На следующий год у нас новая задача Цифра, о которой мы никогда не говорили Это 12 миллионов тонн И у меня нет ни тени сомнений В том, что и с этим мы справимся Белорусские власти решили помешать реализации новой стратегии «Уралкалия», направленной на увеличение объемов производства и самостоятельные продажи на мировом рынке 26 августа в СМИ прошла информация о том, что белорусские силовики в аэропорту Минска задержали и поместили Владислава Баумгернера под стражу Он находился в Минске по личному приглашению премьер-министра Белоруссии Михаила Мясниковича Следственный комитет Белоруссии предъявил российскому топ-менеджеру надуманные обвинения в злоупотреблении полномочиями на посту практически общественной должности, которую занимал Владислав Баумгертнер, а именно должность председателя Наблюдательного совета Белорусской калийной компании Компании «Уралкалий» назвали происходящее «злостной провокацией белорусской стороны» Конец цитаты Очевидно, что действия белорусских силовиков, явно согласованные с президентом страны Лукашенко, направлены на срыв заявленных «Уралкалием» планов по увеличению загрузки мощностей до 100% и введения самостоятельных продаж на мировом рынке Понятно, что сами белорусы продавать калий на мировом рынке не могут и не умеют, вот и решились на столь дерзкий политический шаг Безусловно, такой развязки от отказа «Уралкалия» работать через белорусскую калийную компанию вряд ли кто-либо мог ожидать Цивилизованный развод двух экономических субъектов перерос в политический триллер международного масштаба К решению вопроса об освобождении гендиректора «Уралкалия» в Белоруссии уже подключились российское министерство иностранных дел и дипломаты из посольства России в Белоруссии Вице-премьер Игорь Шувалов доложил о случившемся премьер-министру России Дмитрию Медведеву И заявил, что ситуация с задержанием гендиректора «Уралкалия» после переговоров с премьером Белоруссии не лезет ни в какие рамки «Это, конечно, очень странно, неадекватно и не по-партнерски», – подчеркнул Игорь Шувалов Что ж, случившееся будет наглядным примером для российского и иностранного бизнеса о специфике ведения дел по-белорусски «Отказ белорусских властей освободить гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера будет расценен российской стороной как шаг, не соответствующий союзническим отношениям двух государств», – заявил статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин «Мы считаем сложившуюся ситуацию абсолютно недопустимой и рассчитываем на то, что соответствующие разъяснения будут даны, а российский гражданин будет отпущен «Иначе это может быть истолковано как действие, не соответствующее союзническому характеру наших отношений и может сказаться на графике контактов на политическом уровне», – сказал он во вторник Интерфаксу По словам Григория Карасина, посол Белоруссии в Москве Игорь Петришенко был вызван в МИД и, цитирую, «обещал довести нашу озабоченность до руководства Республики Беларусь» Как нам прокомментировали в «Уралкалии», компания надеется на скорейшее возвращение генерального директора из Белоруссии, но не намерена отказываться от своих планов и уже в августе-сентябре выйдет на полную загрузку мощностей В следующем году колейщики планируют выйти на рекордные в своей истории объемы производства – 13 миллионов тонн колейных удобрений и никакие белорусские провокации не смогут этому помешать Отдых детей в уральских самоцветах не только полезен, но и безопасен Как действовать в случае нештатной ситуации знают не только взрослые, но и дети О том, как знания применяют на практике, подробнее в нашем материале Сегодня, 23 августа, в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы» проходит учебная пожарная тревога К звуку пожарной тревоги в уральских самоцветах отношение особое, но не потому, что в лагере происходит внештатные ситуации Просто в деле безопасности детского летнего отдыха сотрудники оздоровительного лагеря и огнеборцы считают – нет мелочей Сегодня у нас запланированы мероприятия, делается по плану в каждой смене детского оздоровительного лагеря И проводится плановая эвакуация детей по сигналу пожарной тревоги И после этого мы задействуем подразделение ВГСЧ для показа пожарной техники Цель такого мероприятия – это прежде всего безопасность В игровой форме ребят учат, как нужно правильно себя вести в чрезвычайных и опасных ситуациях Задача вожатых и руководства лагеря – своевременно отреагировать на звук пожарной тревоги Собрать детей, пересчитать их и вывести на безопасное место В случае, если кого-то из детей нет, об этом сразу же сообщается директор лагеря и ведутся поиски пропавшего Конечно, не дай бог, чтобы эти навыки пригодились в реальной жизни Показ пожарной техники и ее возможности вызвал бурю эмоций у юных отдыхающих В этот день в демонстрации был задействован личный состав подразделения ВГСВ-1 Горно-спасатели по охране 3-го Соликамского руда управления Сегодня мы показывали выступление, такое небольшое То есть подавали два рабочих рукава с протяжкой магистральной линии Ну, как это обычно делается на пожаре Также подавали пену с помощью установки Пурга-7 И подавали воду со стационарного лафетного ствола, который находится на пожарном автомобиле И вот учения закончились Сейчас мы у ребят спросим, понравилось ли им Ребят, вам понравилось? Да! Больше всего понравилось, когда такое большое, как трубы, пуляли пеной Да, мне очень понравилось, как они пуляли с машиной водой, потом как пеной Потом вот как просто брали И понравилось, как пена прямо туда стекла, вот даже еще на камере осталось Благодаря таким мероприятиям, как пожарные учения Дети знают, как нужно вести себя в случае ЧП А родители знают, что их дети в безопасности Илона Измайлова, Анатолий Сеснин, телекомпания Соль-ТВ Специалисты нужны в каждой отрасли, но что делать, если их не хватает? О кадровой проблеме соликамских больниц расскажет Евгения Константинова По данным главы Минздрав соцразвития Татьяны Гориковой, в медицинских учреждениях не хватает почти одного миллиона врачей И Соль-Камск, конечно, не стал исключением Сегодня мы новым взглядом посмотрим на проблему с кадрами в соликамских больницах Мы привыкли жаловаться на очереди в поликлиниках и участковых, не уделяющих нам достаточного внимания Или наоборот, держащих в кабинете одного больного по полчаса, когда остальные 20 томятся в коридоре А задумывались ли вы, что терапевт должен выслушать человека, осмотреть, поставить диагноз и выписать рецепт? И на все это ему дается 12 минут, а принимать в день ему приходится по 40, а то и более человек И причем работает он не в одну ставку Так как врачей на данный момент очень сильно не хватает Мы поговорили с людьми, сидящими в очереди и спросили, видят ли они проблему и почему создаются очереди на прием к врачу Обычно, ну я много не хожу, я бываю у терапевта, вот сейчас эндокринолога жду И нормально всегда, ну самое большое минут 10-15 жду Почему происходит такое, что иногда приходится сидеть долго в очереди? Ну кто знает, может особенно я хожу в бича на заведующие, все с документами идут, подписывают, некогда может быть не успевают по очереди принимать И приходится немножко посидеть подольше И как давно вы сидите в очереди? Давно, конечно, к ортопеду не могу попасть, сегодня дочь уже ходила в 7 и все равно не достала талончика, и как быть? Ну, знаю, много больных, потому что, наверное И так мнения разделились, но оказалось, что многие даже не подозревают о том, что ситуация с врачами, можно даже сказать, плачевна На сегодняшний день в лечебных учреждениях работает персонал в возрасте от 40 до 60 лет Молодых специалистов, желающих работать, нет, а это значит, что если один из врачей уйдет на пенсию, заменить его будет некем К примеру, в 2008 году в больнице было 42 врача, на сегодняшний день 31 Среднего медперсонала было 135 человек, стало 112 А младшего медперсонала было 83 человека, стало 62 А вот оплата труда не так уж и велика За 2012 год заработная оплата врача составила 17 459 рублей, как написано в отчете главы за прошлый год Как давно ситуация с врачами стала наиболее острой, нам рассказала главврач первой политлиники Ну ситуация развивается постепенно В прошлом году укомплектованность была на 60%, в этом году на 46% Люди переезжают в другие города, кто-то уходит на пенсию, кто-то находит себе более высокооплачиваемое место работы Поэтому так Раньше к нам приходили врачи-интерны, и кто-то оставался здесь, кто-то выходил замуж, кто-то женился А теперь интернатуру проходит только в Перми Соответственно, новых молодых специалистов к нам практически не приходит Заключается договор с теми студентами, которые по целевому набору поступают в медакадемию Но они к нам придут через 10 лет только Потому что обучение в медицинском вузе длительное Вот надо делать что-то сейчас На данный момент получается, что проблема есть, а вот решения пока что нет Но возможно, что с повышением заработной платы врачам ситуация изменится И вы не потратите много времени, просидев в больничной очереди Евгения Константинова, Сергей Зибзеев, телекомпания Соль-ТВ Сейчас короткая реклама, сразу после рубрика дежурной выпуска и прогноз погоды на завтра Не переключайтесь Работа для творческих и активностей Телеканал Соль-ТВ приглашает в команду сотрудников Вакансия Корреспондент Менеджер отдела продаж Зарплата Отклад плюс процент Творческий подход Инициативность обязательна Звонить по телефону 707-83 Продолжение следует... Наши телезрители прямо в эфире могут получить бесплатную консультацию психолога, педагога или юриста Для этого оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.sol.defistv.ru Или звоните по телефону 707-83 Сегодня на вопросы телезрителей отвечает психолог Ирина Сумарока Сегодня мы рассмотрим вопрос о том, как наладить отношения с соседями Предположим, что вы только что купили новое жилье или новый садовый участок Если вы задумываетесь над этим вопросом, значит вы уже хороший сосед Но предлагаемые мной правила помогут вам точно успешно наладить соседские отношения Итак, первое Улыбайтесь Знаете вы его, не знаете Приятен он вам или не очень Но улыбайтесь И это первое и главное Следующее Проявите инициативу, подойдите и познакомьтесь Таким образом вы удовлетворите любопытство соседа Который удерживается, чтобы вас о чем-нибудь спросить Расскажите ему о себе, кто вы Для чего сюда приехали, как планируете долго жить и так далее Покажите, что вы нормальный, добропорядочный и доброжелательный человек Следующее Если вы планируете проявить неудержимую активность по изменению своей территории По демонтажу стен По выполнению определенных ремонтных работ Пожалуйста, предупредите своих соседей Обговорите, какие виды работ вы будете выполнять Ну, конечно, вкратце Предупредите, как долго это будет происходить Улыбайтесь и заранее приносите свои извинения Следующее Когда вы закончите все свои ремонтные работы По благоустройству жилья Пригласите на чай соседа Или сами зайдите к нему с коробочкой конфет Но он не обкажет вам в чашечке кофе У вас заладится приятный разговор И точно успех в соседстве гарантирован И последнее Улыбайтесь Это точно гарантирует Хорошие, добропорядочные, дружеские отношения с соседями Счастье – это привычка Привыкайте и будьте счастливы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Соликамск-Строй Строим будущее вместе Генеральный информационный партнер программы «Новый взгляд» На этом пока все Телекомпания «Соль ТВ» желает вам интересных, полезных, а главное – хороших новостей В студии была Илона Измайлова Увидимся с вами завтра в 18.30 на телеканале «Звезда» Далее вас ждет прогноз погоды Всего вам доброго В среду 28 августа термометры покажут 14 градусов тепла Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба Ветер западный 3 метра в секунду Пасмурно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова